Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габеша и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Пропавший дайвер найден, к сожалению, мертвым. Сегодня тело Владимира Федорова подняли из подземного озера. Готовность Сочи к зиме оценят эксперты Ростехнадзора. На что будут обращать внимание, успеет ли город к старту отопительного сезона. К защите Родины готов. В Сочи стартовал муниципальный этап краевого слета военно-патриотических клубов. В Сочи исчезло колесо обозрения. Оказалось, ничего страшного, аттракцион вернется. При проведении Всемирного фестиваля молодежи и студентов задействуют Олимпийские объекты. Их готовность накануне оценил первый заместитель руководителя администрации президента. Сергей Кириенко вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым осмотрел главный медиа-центр, Большой Ледовый дворец, где пройдут церемонии, открытия и закрытия фестиваля, а также другие площадки на территории Олимпийского парка. Участниками и гостями форума станут порядка 36 тысяч человек из 150 стран мира. За их безопасность будут отвечать более 5,5 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии, курсантов и военнослужащих. Продумана вся транспортная логистика, медицинское обеспечение. Определены пункты питания и размещения. Будут работать около 5 тысяч волонтеров. Напомню, что Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи с 14 по 22 октября. Для участников и гостей подготовлена насыщенная культурная программа. Почти 3 миллионов человек на Кубани собираются сделать прививки. Вакцинацию в регионе проводят, чтобы защититься от гриппа и острых респираторных заболеваний. Завершить прививочную кампанию в Краснодарском крае планируют к середине ноября. На данный момент, как заявил губернатор Вениамин Кондратьев, привито более 250 тысяч человек. Наш регион пользуется популярностью у туристов. Здесь активно проводятся мероприятия всероссийского и международного уровня. И, безусловно, мы относимся к зоне постоянного эпидемического риска. И как раз вакцинация является одним из эффективных методов предотвращения инфекционных заболеваний. В Краснодарском крае ежегодно прививаются более миллиона детей и двух миллионов взрослых. За последнее время заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе не превышала эпидемического порога и снизилась более чем в 10 раз. С начала этого года кубанские врачи провели 26 тысяч высокотехнологичных операций. О развитии здравоохранения и биотехнологии сегодня говорили на конференции «Биотехмед». В эти дни она проходит в Геленджике. Туда съехались медики со всей страны. Главным событием стало пленарное заседание. Специалисты делились опытом и наметили приоритетные направления в развитии отрасли. За последние годы в стране был сделан настоящий прорыв в производстве медоборудования и фармацевтических препаратов. Доля отечественных медицинских изделий достигла на сегодняшний день 20%. В 2012 году мы начинали с 13%. Доля отечественных медицинских препаратов составляет уже 32%. При том, что рынок ежегодно динамично растет. У нас уже сейчас есть 30 препаратов, которые готовятся к клиническим исследованиям при таких заболеваниях, которые требуют иммунокоррекции, прежде всего, онкология, аутоиммунные, аллергические заболевания и наследственные, в том числе нейродогенеративные и нервно-мышечные заболевания. В свою очередь Вениамин Кондратьев отметил, что для здравоохранения Краснодарского края в приоритете использование отечественной медицинской техники. Однако, чтобы увеличить их долю в больницах и поликлиниках, необходима федеральная поддержка. Чтобы мы не говорили, какие планы мы не строили, экономического развития, благосостояния граждан, ну, все, что мы планируем. В основе этого лежит самый главный ресурс – здоровый человек. Сегодня здравоохранение для нашего региона в приоритете. Край постоянно внедряет новые методики и технологии, безусловно, высокотехнологичная медицинская помощь сегодня максимально в крае присутствует. И в следующем году на приобретение техники мы выделили 1 миллиард рублей. Я хотел бы, чтобы мы их потратили все-таки на закупку отечественной медицинской техники. Поэтому я думаю, что здесь нужны определенные госпрограммы при софинансировании субъектов на приобретение именно российской медтехники. Также на Кубани планируют создавать фармацевтические производства. В Краснодаре собираются построить завод по изготовлению одноразовых систем для забора и переливания крови. Этот проект «Корпорация развития края» представила на выставке достижений в области биотехнологий. Ее перед пленарным заседанием оценили министры здравоохранения, промышленности и глава Кубани. Новое предприятие планируют построить уже в 2021 году. В Туаптинском районе на федеральной трассе ввели реверс. В поселке Новомихайловский на мосту через реку Нечепсухо началось переустройство деформационных швов. Завершить работы планируется в октябре. И к другим новостям. В Сочи найден пропавший дайвер. К сожалению, он погиб. Спелеодайверы нашли тело председателя Союза дайверов Удмуртии Владимира Федорова в Воронцовских пещерах в Сочи, где он пропал во время исследования пещеры 12 сентября, сообщает Интерфакс. Тело Федорова нашли на глубине 42 метра и на удалении в 150 метрах от места погружения. Но поднять его сразу не удалось. Сегодня специалисты по погружению в подземные озера с утра продолжили работы по извлечению тела спортсмена из воды. По словам заместителя начальника отряда по поисково-спасательной работе Юрия Фомина, скорее всего, водолаз запутался в ходовом конце, проложенном ранее предыдущими экспедициями, и не смог выйти на поверхность. Ходовой конец – это веревочный трос, на который ориентируются подводники. Напомню, в марте этого года Федоров установил рекорд, достигнув дна самой глубокой пещеры России, которая расположена под Голубым озером в Чусовском районе Пермского края. Длина же общей системы – сочинских воронцовских пещер – 11 720 метров. Всего в пещерном комплексе имеется 14 выходов. Продолжаем. Сегодня в Сочи завершился первый этап подготовки к оттопительному сезону. И это несмотря на разгар бархатного сезона и по летнему теплую погоду. Что осталось сделать для получения паспорта готовности, обсудили на межведомственной комиссии по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы курорта к осенне-зимнему периоду 2017-18 годов. На самом деле готовиться к зиме начали еще в мае, сразу после окончания оттопительного периода. Об этом распорядился глава города. И вот сегодня завершается первый этап подготовки. Самый большой – серьезный. Это промывки, опрессовки, теплоизоляция трубопроводов. Две трети пути прошли, остается одна треть. Сегодня 15 число, в соответствии со 103 приказом Министерства энергетики, мы должны сегодня подписать паспорта готовности наших объектов, которые получают тепло. Это жилые дома, это школы, это больницы, это дома культуры. Уже завтра в городе стартует второй этап подготовки к осенне-зимнему периоду. Таким образом, до 1 ноября должны быть готовы все котельные, а до 15 ноября город должен получить окончательный паспорт готовности к зиме. Многое сейчас зависит от тех же председателей ТОС и руководителей управляющих компаний, которых и пригласили на заседание комиссии. Общественники не только отчитались о проделанной работе, но и пообещали еще раз проинспектировать объекты и при необходимости ликвидировать недочеты. Получит ли в Сочи паспорт готовности к зиме, зависит не только от городской администрации, подчеркивает замглавы города, курирующий отрасли ЖКХ. Подытожит работу коммунальщиков Ростехнадзор. Комиссия из краевой столицы прибудет в Сочи 25 сентября. Порядка 10 дней у них это будет. Работа длится, поэтому в начале октября мы получим от них справку. Если в 2015 году было порядка 32 замечаний Ростехнадзора, в 2016 году у нас уже оставалось 12, то на сегодняшний день те замечания, которые были и в прошлом году, и в позапрошлом, мы полностью устранили. К защите Родины готов под таким названием. В Сочи сегодня стартовал муниципальный этап краевого слета военно-патриотических клубов и объединений. Его решено посвятить памяти Героя России генерала Трошева. Участники слета должны продемонстрировать свои умения на смотре песни и строя, а также отличиться в комбинированном военизированном кроссе. Он включает в себя выполнение норматива по огневой подготовке, снаряжение магазина патронами, надевание противогаза и преодоление заряженного участка, метание гранаты на точность, выполнение норматива по тактической подготовке, проверку теоретических знаний по медико-санитарной подготовке и основам безопасности жизнедеятельности. Участниками слета стали воспитанники военно-патриотических клубов города. Команда «Победитель» направится в горячий ключ и 6 сентября будет представлять Сочи на зональном этапе. Большому сочинскому дельфинарию 5 лет. Первый юбилей он отметил сегодня. А праздник получился ярким, с приятными сюрпризами для зрителей. Подробнее расскажет Ольга Десятого. Воздушные шары и веселая музыка. День рождения стал большим праздником не только для самого дельфинария, а в первую очередь для зрителей. Перед входом концерт с песнями и танцами. А внутри большое праздничное представление с участием всех звезд Большого дельфинария. Сегодня Большой дельфинарий – это визитная карточка не только парка Ривьера, где он расположен, а всего Сочи. Он является самым большим и современным на территории Черноморского побережья. В подарок коллективу благодарственное письмо от главы города. Сегодня нас отметил благодарственным письмом глава города, что очень приятно и тепло, и греет нас. И, конечно же, самая главная награда – это признание зрителей, аплодисменты. Это самое приятное, их улыбки, когда они выходят с представления. Это самое главное, для чего мы работаем. Главные звезды дельфинария – черноморские дельфины Афалины, белые киты-белухи, морские львы и, конечно, профессиональные тренеры. Все вместе они дарят зрителям невероятное зрелище, наполненное захватывающими номерами и головокружительными трюками. Сегодня подключились и специальные гости – воздушные гимнасты. Это что-то необыкновенное. Такие умнички дельфины, такие белуги красивые. Очень красивое представление. Пришли во второй раз. Нам столько понравилось, что ребенок меня целую неделю просил имена в дельфинарию. Ваш спасибо огромное. А еще дельфинария – это место съемок самых популярных телепрограмм. Известные артисты и спортсмены стали участниками шоу «Вместе с дельфинами», попробовав себя в роли тренеров. Здесь же свою судьбу в ходе жеребьевки с помощью дельфинов определяли участники «Новой волны». Кроме того, дельфинарий абсолютно бесплатно на свои представления приглашает инвалидов, ветеранов, детей-сирот, пенсионеров, школьников в День защиты детей. А еще дельфинотерапия – это занятие для особых детей – стало неотъемлемой частью работы дельфинария. В честь дня рождения Большой сочинский дельфинарий приглашает на праздничные представления со скидкой 50% 16 и 17 сентября в 11, 13 и 16 часов. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В сочинском парке «Ривьера» исчезло колесо обозрения. Оказалось, ничего страшного, аттракцион вернется. На знаменитом аттракционе проводятся плановые работы, ведь это требование безопасности для того, чтобы заменить подшипники. Необходимо было разобрать подвижные части колеса. Для этого демонтировали посадочные кабины и стрелу. Основные несущие конструкции аттракциона разбирать не будут. Ремонтные работы планируют закончить за неделю. Также в парке подумывают заменить на аттракционе иллюминацию. Колесо обозрения вновь заработает к концу сентября. В Сочи сегодня открылась очень добрая выставка «Ангелы и волшебный лес». Так называется персональная выставка петербургского художника Галины Чувеляевой. Картины мастера особенно понравятся детям. А увидеть их можно в арт-галерее «Форд». На выставке представлена большая коллекция знаменитых «Ангелов». Эти образы известны во многих странах. Первый ангел, очень трогательный и нежный, рассказывает художница, родился в 2005 году. Он держал в руках белую мышку. Эту работу автор сохранила и никому не показывает. Больше 10 лет она живет со своими живописными рыжими героями и продолжает искать нюансы – цветовые и символические. Вообще, я очень много чего создала, глядя на свою дочь маленькую. Очень часто я вижу ее в своих полотнах. И, видимо, хотелось запечатлеть что-то такое, что дорого мне. И я так понимаю, что дорого и многим, которые вокруг меня, людям. Также автор представила гостям галереи свои сказочные пейзажи. Галина Чувеляева – многогранный, разносторонний человек. Кроме живописных работ в «Форте» можно увидеть совершенно новую серию украшений из серебра. Выставка «Ангелы. Волшебный лес» в арт-галерее «Форд» продлится до 6 октября. Вход свободный. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Итальянская компания-производитель «Циркония» проводит акцию в клинике «Валя Денталь» «Циркониевые коронки по цене металлокерамики Чайковского 3». Телефон 254-5707. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Продолжение следует...